Здравствуйте! Вы смотрите Новую Одессу. Меня зовут Антон Равицкий и это, нет, не арт-афиша, это Новый вечер. Прежде чем вы познакомитесь с нашим сегодняшним гостем, позвольте представить вашему вниманию новости культуры. Иван Урганту запрещать въезд в Украину не будут. Высказывания телеведущего, по словам представителей СБУ, не нарушали суверенитет страны. В конце концов, с какими только прибаутками не рубят зелень с москвичей украинцы во время курортного сезона. Журнал People назвал актрису Гвинет Пелтроу самой красивой женщиной 2013 года. Специальный выпуск издания, посвященный красоте, поступил в продажу в США в пятницу, 26 апреля. Сравнить фото Гвинет с женой может любой желающий. Украинская художница Оксана Мась вновь будет представлять Украину на 55-й венецианской биеннале, которая стартует 1 июня. В Венеции Мась покажет уникальный проект «Квантовая молитва». Инсталляция представляет собой автомобильный двигатель, на котором застыли потоки расплавленного прозрачного муранского стекла. Вы посмотрели то, что, по нашему мнению, является самыми интересными событиями культурной жизни мира этой недели. Пора к гостю. Сегодня к нам пришел Дмитрий Богомазов. Человек, получивший Шевченковскую премию как режиссер, а значит, по праву считающийся лучшим режиссером Украины этого года. Здравствуйте, господин Богомазов. Радь бы вас видеть в новом вечере. И первый вопрос от меня, несерьезный. Каково это быть одним из самых богатых украинских театральных режиссеров? Вам уже на руки-то деньги выдали за спектакль? Ну, добрый вечер. Да, но это же самым богатым... Я думаю, что я пробуду где-то, ну, не очень большое время. Неделя. Да, потому что-то опять скачусь в самые бедные, да. Ну, не нужно скатываться в самые бедные. Вкладывайте в акции. В какие? Политические. Политические акции сейчас приносят хорошие дивиденды. Ой, ошибиться можно, по-моему, тоже как-то круто. Не в ту партию можно вложить очень легко. Выбирайте на будущее. Я подумаю. Я даже не буду агитировать за свои представления. Хорошо. Возвращаемся все-таки к творчеству. Вы в этом году стали, ну, давайте называть вещи своими именами, по мнению авторитетного жюри, вы стали лучшим режиссером страны. Вы получили приз за лучший спектакль, за «Гамлет», который по счастливому стечению многих обстоятельств является спектаклем Одесского украинского театра. Поэтому мы одесситы радуемся. Радуемся тому, что именно наш спектакль самый лучший. Ваши ощущения, ваши впечатления. Вы человек, привыкший к призам, вы не в первый раз отмечены вниманием критиков, но все же, ваше ощущение, Шевченковская премия. Серьезно. Ну, у меня ощущения самые прекрасные на самом деле. Знаете, как-то я думаю, что каждый художник мечтает о признании, и, ну, странно было бы, чтобы это было не так. Хотя, конечно же, никогда в жизни я не трудился для того, чтобы получать какие-то премии. То есть я, на самом деле, всегда работаю только для того, чтобы театр был, и для того, чтобы в нем были зрители и прекрасные актеры, ну, с двух сторон. А премия – это сопутствующие такие приятные моменты в жизни, и когда это случается, это, конечно, очень радостно и мне, и, главное, моей семье. Потому что это компенсирует немножко мои, там, ну, люди в театре живут в театре. Хватит глупостями заниматься, Дима, иди на завод, уже никто не скажет. Да-да-да-да-да, все, все, не ходи на такой завод, давай еще, давай утру дальше, дальше, да, еще. Еще одну, нам дачу надо достроить. Вы на самом-то деле поражаете спокойной серьезностью мышления, некой, ну, что редко для людей творческих, их системностью мышления. А то, что вы физик, если не ошибаюсь, по образованию, это вам как-то помогает в творческих поисках, в оценке происходящего? Ну, видимо, да. С другой стороны, я вам скажу, что, например, в Киеве, вот я вам назову фамилии, например, Влад Троицкий, Дмитрий Богомазов, Алексей Лисовец, мы все учились в политехе. Ну, это, видимо, какая-то часть необходимая. Из трех названных фамилий двое ставили в Одессе. Мы начинаем какую-то тенденцию намечать. Что надо для того, чтобы быть успешным режиссером? Закончить Киевский политех, поставить спектакль в Одессе. В Одессе, да. Ну, прийти в вашу передачу, я думаю. Хорошо, да, продолжай. Мне нравится. И все, собственно. Делов там. Господа, вот секрет. Три пункта прошли, 250 тысяч гривен. Хорошее начало дня. Так или иначе, возвращаемся. Что-то я все время вас увожу куда-то в юмор, а ведь так хотел серьезную передачу с вами провести. Давайте, давайте начнем. Вот сейчас. Серьезный вопрос. Вы входите в жюри театральных фестивалей многих. Вы уважаемый в театральной среде человек. Вы ведете курс в театральном институте Карпенко-Карова. Все эти вещи не отяжеляют вас? Все-таки для театрального поиска важно быть легким. А вы к своим 50 годам уже вот такой вот метр. Ну, нет, я думаю, что метр – это как себя человек чувствует. Я, на самом деле, чувствую себя совершенно молодым человеком, которому надо много сил и большую скорость, чтобы успеть все, что приходится делать. Поэтому, нет, надо быть легким, мне кажется. Чтобы успеть многое, надо быстро двигаться очень. Как вы поддерживаете эту легкость? Никак, быстро двигаюсь. Да, оно как-то самоподдерживается. Да нет, я скажу на самом деле, секрет очень простой. Надо любить то, что ты делаешь. Все. Надо получать удовольствие. Если это становится тяжелым, то значит, что-то не то. Ну, видимо, поэтому я и попал из политеха в театральный институт, потому что там я почувствовал, что что-то не то. Ну, вот не мое. Но в своих интервью вы говорите, что до сих пор ощущаете физически красоту формул. Да, но она есть, конечно, есть, конечно. Ну, потому что, видимо, эти два пути все-таки как-то это связано. Мне кажется, это связано с тем, что есть отражение окружающей какой-то реальности, они все равно происходят каким-то путем в нашем сознании. И эти пути, они очень разные. Но если ты умеешь, скажем так, если ты умеешь... Вопрос не в системности видения мира, да, а в способе восприятия, скажем так. Потому что можно видеть хаос. Да, могут два человека стоять и смотреть на один пейзаж. Один будет видеть просто возможность посадить кукурузу, второй там красоту пейзажа, а третий подумает, что как-то ему пора уже куда-то бежать. То есть, ну, это же будут разные, да, восприятия. Мне кажется, что способность воспринимать мир как удивляться ему, да, и видеть его красоту в нем, ну, можно через формулу, можно через образ, можно через просто какое-то ощущение. Все равно. На самом деле, ну, мне кажется, что жизнь инженера, жизнь режиссера или жизнь агронома, они... Ну, это все равно жизнь. И чем человек... Насколько он умеет ее делать интересной каждый день. Не в планах своих. Мы ведь, как правило, прекрасными делаем только наши планы. Вот летом поеду на море, а пока вот... Потерплю. Возле телека буду, да, посижу. А мне кажется, что очень важно каждый день насыщать чем-то интересным, тогда ты увидишь красоту и форму, и птицы, пролетающие мимо твоего окна, и дерево, которое растет в твоем дворе, ну, и так далее, да, и людей, которые рядом с тобой там живут, и они интересные окажутся. Ну, мне кажется, что надо уметь просто смотреть и видеть. Театральные критики в какой-то момент называли три фамилии. Богомазов, Троицкий, Желдок. Трио режиссеров-экспериментаторов, которым, опять же цитирую, не помню фамилию критика, им тесно даже в собственных рамках, которые они расширили до бесконечности. В данный момент вы по-прежнему все тот же режиссер-экспериментатор, которому абсолютно чужды любые рамки, человек, который создал вольную сцену, либо вы уже нашли какую-то ту свою струну, на которой вам уже интересно и понятно играть? Нет, это принципиально, это действительно очень два принципиально разных пути. То есть искать и найти, это два разных процесса очень. Многие люди очень часто, мне кажется, быстро находят, и это их блокирует какие-то возможности развиваться. Я как раз очень всегда ищу, ну я же не специально ищу. Вот я, например, сейчас с вами сижу, смотрю на вас, смотрю на этот красный стол, и понимаю, что я вот только что давал другое интервью, там была совершенно другая обстановка, я сейчас пытаюсь приспособиться к этой. И там как-то, ну как-то я думаю, что на мне какие-то красные блики, наверное, есть. И так далее. То есть, ну, оно все очень разное. Если ты берешь какую-то обстановку работу, ну, новую пьесу, или ты в новом театре это делаешь, ты должен именно с этими людьми, да, именно эту пьесу попытаться сделать. То есть, на самом деле, ну, цель только одна. Всегда нужно найти театр. Театр – это очень неуловимая бацилла, ну, такая очень неуловимая вещь. Если ты, вот то, что ты уже нашел, если ты все время притягиваешь в любое место то, что ты нашел, да, делаешь, ставишь в центр, а потом подтягиваешь все остальное, ну, мне кажется, неинтересно. Ты себя обкрадываешь. Ты себя лишаешь встречи с этими людьми, с этой пьесой, другой, да, с этим городом другим и так далее. Это, опять-таки, это способность получать удовольствие от жизни, она порождает, ну, возможность быть разным. Очень. Поэтому, скорее всего, я остался тем же, вот, любопытствующим гражданином таким, которому все интересно попробовать, скажем так. В одном из интервью вы рассказали, мне это очень интересно стало, то, что в театр вас отправил театр миниатюр КПИ. Ну, да. Вы даже в КВН участвовали. Хотя необычно, на самом-то деле, для театрального деятеля, поскольку театр обычно отмежевывается от подобного искусства, как КВН, от такой игры. Ну, я сейчас КВНом и не занимаюсь, но это просто было таким очень странным моментом, который дал старт. Просто, ну, я стал как-то отделяться от физиков, математиков в этот момент. А КВНом я не занимаюсь. Хотя вот... Я имею в виду, что, в принципе, очень редко бывает, что люди, интересующиеся высоким искусством, вдруг обращают свое внимание вот на низменные развлечения. А я в тот момент не интересовался высоким искусством. Я интересовался красотой формой, как я где-то уже, как вы скажете, удачно выразился. Я занимался, я был, ну, я готовился быть инженером. И ни о ком театре никогда не думал. Вы еще и рисуете. Ну, немножко, да. Итак, у вас в прошлом театр миниатюр КВН, вы немного рисуете, вы увлекаетесь, если мне правильно рассказали, коллекционирование музыки, ну, то есть вы с очень большим вниманием относитесь к музыке, вы театральный режиссер. Вся вот эта многосторонность, она искусственно создана для того, чтобы не позволять себе остыть, для того, чтобы набирать краски, впечатления. Все то, что вот считается багажом для театрального режиссера, это естественное стремление. В чем секрет того, что вы, человек, ну, многие при меньшем количестве заслуг начинают бронзоветь. Вы продолжаете создавать вокруг себя вихри, как молодой юноша. Ну, мне кажется, что бронзоветь неинтересно просто. Ну, ладно. Ну, это скучно. Посмотрите на президента. Кто сказал? Нет, это скучно, мне кажется, что ты, во-первых, лишаешься удовольствия общения с людьми, ну, такого-кого-то адекватного, да. Ты начинаешь, ты требуешь, ну, если ты свой статус начинаешь отстаивать, ты требуешь определенного, да, способа общения с тобой. Ну, люди же, ну, видят это, они тоже реагируют на это и начинают с тобой так разговаривать, ну, как бы ты хочешь так, чтобы к тебе относились. Но ты же теряешь адекватность общения, ты теряешь просто элементарные каналы связи, самые простые, наивные, ну, в общем, те, которые дают человеку удовольствие именно общения с людьми. А театр – это всегда общение. Просто почему спрашиваю? Наблюдаю, вот в какое-то время я сам озвучил Троицкий, Желдок и Богомазов. А вы с Троицким еще держитесь. Желдок откровенно в интервью говорит, что, господа, я гений. Относитесь ко мне как к гению, а то фу-фу-фу и выгоню. Не, ну, Андрей, он на самом деле замечательный человек. И то, что он это говорит, это просто его промо-акция такая. Ну, это он выбрал такой вот способ общения с социумом. На самом деле, ну, мне кажется, что Андрей, он очень специальный, ну, совершенно замечательный парень, я не знаю. Ну, да, он выбрал такой способ общения, поэтому, наверное, он выбирается и круг общения по-другому как-то. Но это его жизнь. И, ну, как хочешь, так и делай. Моя первая премьера, которую я упомянул, это по пьесе Бесталанна Карпенко-Карагу, который назывался «Черевница». В театре драмы и комедии на берегу Днепра на украинском языке он был поставлен там, хотя театр русскоязычный в большей степени. Это был такой эксперимент определенный. Или там Гамлет в переводе Андруховича на украинском языке в украинском-одесском театре. Для меня это не есть выше-ниже. Если ты так начинаешь относиться, значит, ну, ну, значит, ты ну, значит, как-то твой ум тебя подводит. Потому что если ты умение видеть, умение найти, это и есть твоя профессия. А говорить, что это вот так, а это так, и я тут... Это, мне кажется, что какая-то игра в поддавки с собой, но это, мне кажется, неправильно. Для меня все равно, что ставить. Потому что в любом случае, делая Гамлет или делая Карпенко-Карова, ты должен найти театр. Вот то, что называется, найти театр. Он может быть прекрасен в Карпенко-Каром и ужасен в Шекспире. Ты можешь не найти в Гамлете, а найти в Карпенко-Каром. И это... Залогом не является успеха театра. Это мировая классика, или это украинская трензургия, или современная. Это вообще не имеет значения. Ты нашел театр или не нашел театр в этой работе. Это первое. Во-вторых, я получил премию не только за Гамлет. Я получил премию за ряд спектаклей, в том числе и за Гамлет. Я одессит. Мне приятнее думать, что за Гамлета. Хорошо, оставим эту редакцию вашего вопроса. Я читал многие ваши интервью. Я читал постановление Шевченковского комитета. Я знаю, что это в общей сложности три спектакля, если не ошибаюсь. Но так или иначе, вы получили его за Гамлета. Сейчас, например, совсем недавно я выпустил в Театре национальном имени Ивана Франко спектакль по новеллам Василия Стефанека «Моритуре Те Салютант». И для меня, например, Стефанек – это есть абсолютный гений. И выше его, в новеллистике, я могу рядом поставить еще Пиранделла или Мапасана. Все. И поэтому для меня это топ мировой литературы. Пиранделла вы давно любите. Вы его ставили в Театре на левом берегу. Да, я ставил и в Театре на левом берегу, и в Театре Вильнасцена. И еще поставлю, я думаю. Потому что он действительно очень дядька хороший. Ну, классный. Веселый и умный. Ну, такой он. Очень хороший. Да, по поводу того, как я себя чувствую, да прекрасно. На самом деле, я верю, что премия – это есть то, что ведь комитет Шевченковский работает, у него есть своя цель, да, и своя метода работы. И он работает. А я, ну, работаю в Театре, ставлю спектакли. И когда мы встречаемся, и мне говорят, вот там премия. Я говорю, прекрасно. А дальше он продолжает работать, заниматься своим делом, а я своим. Это прекрасная встреча, но это такая точка, да, касание. А дальше очень уважаемых мною как бы членов комитета Шевченковского, у них дальше поступают новые заявки, и пошла дальше работа, следующая. И другое дело, что мне было приятно с ними встретиться, потому что они какие-то очень такие, не знаю, но мне показались они симпатичными. Я был рад познакомиться там с Борисом Ильичем Алиникам, это мэтр мэтров украинской литературы, или там с Валерийом Ильичем или с певицей, сейчас я все фамилии не вспомню, потому что Мария Стефьюг, и так далее. Да, то есть мне было очень интересно с ними познакомиться. Они все замечательные люди, состоявшиеся в искусстве, и их внимание к моей персоне мне было очень приятно, конечно же, не скрою, и я им очень благодарен за это. Но эта встреча, ну, для меня они профессионалы, прежде всего, и поэтому эта премия, она не носит для меня характера, как некоторые пытаются там придать какой-то политический характер этой премии. Я ее так вообще не чувствую, не переживаю и не вижу совершенно. Поэтому, не знаю, мне была очень приятная встреча. У многих кинорежиссеров существуют истории, которые их манят, но которым они боятся подступиться. Такой себе белый кит. Всегда о нем думаю, но не знаю как, не знаю, что с ним делать. Иногда такое встречается у театральных режиссеров. Они смотрят на какой-то текст с восхищением, с изумлением, с желанием с ним что-то сделать, но, опять же, не знают, с какой стороны к нему подойти. Уж больно велик масштаб. У вас есть какая-нибудь пьеса, какое-нибудь произведение, которое манит вас, зовет, вы просыпаетесь ночью и слышите издалека «Бима, оставь меня». То есть, вы имеете в виду, что холодный пот, дрожащие руки, вот это вы имеете в виду? Что-то близкое к этому. Вы сейчас описали алкогольное состояние, на мой взгляд. Те, когда тебя зовет «Бима, кто-то», то это уже… Нет, знаете, я сплю спокойно, честно говоря. Я вижу очень много снов. У меня ночь, это практически какое-то странное бодрствование в каких-то блужданиях, в каких-то неизвестных городах. То есть, я понял, что мне во сне очень нравится путешествовать. Поэтому театр – это дневное, скорее, мое увлечение. А ночное увлечение это все-таки путешествия к неизведанному, тяга к неизведанным именно территориям, пространствам, не театрам. Хотя театр и пространство – это очень странно, но очень сильно взаимосвязанные вещи. Ведь в театре пространство – это тоже такая ловушка, которую ты ставишь на театр. И сценография – это просто механизм этой ловушки. Если ты это так чувствуешь, ты можешь действительно уловить что-то. Если ты это просто воспринимаешь как функцию, то лучше заниматься и вернуться, учиться. Спасибо большое. Вы очень интересный собеседник. Приятно было с вами познакомиться. От нас с пустыми руками никто не уходит. Это подарок от наших друзей и спонсоров сети салонов «Пряная хата». Это замечательный китайский чай-пуэр. Очень стимулирует творчество, говорят. Возможно, немного помешает снопос, потому что все-таки бодрит. Театру будете уделять больше времени. Да, меньше путешествовать. Меньше путешествовать во сне. Театр достоин того, чтобы уделять больше времени, так что спасибо огромное за подарок. Был рад с вами познакомиться и побеседовать. Вам хорошо. Одессе большой привет. Приезжайте ставить еще. Я люблю Одессу. Это мой любимый город после Киева. Вот на таком вот реверансе в сторону Киева, которому мы притворимся, что поверили любящий Одессу режиссер Дмитрий Богомазов и закончил наше общение. Вас ждет анонс литературы. На следующей неделе будет новый интересный гость. Но прежде чем попрощаться, для вас обзор литературных новинок и музыкальный десерт. Как часто говорили Александру Дюма сыну, почитай отца своего. У нас, друзья, выбор того, что можно почитать несколько шире. Литературные новинки, которым мы советуем уделить внимание, такие. Книга, шокировавшая Европу и Америку, выходит в издательстве Эксмо. Побег из лагеря смерти. Это международный бестселлер, переведенный на 24 языка мира. Шин Дон Хёк, чей дневник стал основой книги, и Блэйн Харден, профессиональный журналист, сотрудник Нью-Йорк Таймс, рассказывают историю человека, который родился и вырос в одном из самых жестоких трудовых лагерей Северной Кореи, лагере номер 14. Он стал единственным, кому удалось успешно бежать. Сегодня этот кореец мало чем отличается от обычных жителей мегаполиса, пока не разденется. Стильный костюм скрывает от взгляда стороннего наблюдателя память о детстве, шрамы и ожоги. Проколы от железного крюка, которым тело удерживалось над пыточным костром, шрамы атаков, на которых заключенных подвешивали вверх ногами в одиночной камере, ожоги и шрамы от колючей проволоки под напряжением. Эти кордоны не смогли удержать узника. Тело рассказывает свою жуткую историю без слов, хотя очень красноречиво. Сам факт существования трудовых лагерей, в которых вырос Шин Дон Хёк, в Северной Корее категорически отрицается. Многие считают, что подобные истории суть очернительства и клевета, призванная принизить облик Северной Кореи в глазах мировой общественности. Мир относится к этому вопросу практически с равнодушием. Возможно, после появления этой книги ситуация хоть как-то изменится. От тяжелой литературы к более легкой. Лариса Райт в своем новом романе рассказывает о том, как может проявиться истинное величие человека. То, что возникает не на сцене в фокусе тысяч взглядов, а в суете обычной жизни. Там, где единственным свидетелем этого становится только безмолвный старый дом. Эта книга повествует о судьбе двух актрис матери и дочери. Внешне сходные, как отражение в зеркале, на деле дочь Анна и мать Алифтина очень различаются. Мать – роскошная роковая женщина, похожая на пышный куст шиповника с его яркими красками, дурманящим ароматом и острыми шипами. Дочь теряется в ее тени, больше похожая на беззащитный и скромный полевой цветок. Роман называется «Музыка» 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 «Музыка»